Я приветствую всех тех, кто заглянул ко мне на огонек. С вами, как всегда, Блэклинг. Как всегда, это Огонь о власти 1.13 с модом СДО, с картами от Вилдфайра и с нормальным интеллектом от нашего всеми любимого Севена. Происходящего у нас ничего такого не было. Отбив атаку в секторе Б2, мы занялись обратно тренировкой ополчения, за лечиванием ран, и теперь мы готовы забирать последний сектор у врага. План действий у меня вырисовывается такой. Атакуем А2, атакуем ночью, но без шпионов, без радиоподавления, тем более, что подкрепление звать особо некого. Быстро перебрасываем ополченцев из сектора А1 сюда, во внешний периметр, и атакуем базу ПВО. Почему я предполагаю сделать таким образом, если у меня все получится, конечно? Просто будет контратака на Читзену, а так как мы займем базу ПВО, ее будет весьма легко оборонять, поэтому я думаю, что большая часть сил противника отвлечется на нас. Следовательно, большую часть врага мы оттянем сюда и дадим возможность ополчению Читзены отбиться. Заодно надо будет уже задумываться о том, чтобы начинать набирать второй отряд, ибо первым, насколько я понимаю, будет достаточно тяжеловато. Ладно, не будем тянуть времени, погнали. Подкрепление звать не станем. 12 противников, я думаю, мы с ними справимся. Высадимся вот здесь, группой. Сразу сбрасываем рюкзаки. Не будем передвигаться в скрытом режиме. Заодно сейчас сменим навесочку. Конечно, мы ее уже сменили. Возможно, у кого-то ее и не было, возможно, у кого-то у нас. Назовем это так. Навеска. Осталось в рюкзаке, но ничего страшного. Пойдем в бесшумном режиме, дабы меньше вызывать к себе подозрений. Так, значит, наши штурмовики пойдут по руинам. Вместе со штурмовиками пойдет луна. Перезарядились мы уже бронебойными, так как у большей части противников у нас уже есть. Так как у большей части у наших противников уже есть броня, поэтому мы сейчас все с бронебойными. Душекупа и спада залезут на это здание. Командир будет давать бонус снайперу, который ей весьма понадобится. А из спада, соответственно, уже будет работать по врагу. Даже вот сюда тебя подведем. Я предполагаю, что враг в основном будет тусоваться вот здесь, вот в этом месте. Поэтому нам надо будет подойти туда. Медведя тоже немножко загоним на возвышенность. Потому что его пулемет, у которого, к сожалению, маловато патронов оставалось. Но его пулемет будет весьма полезен. Хорошо, двигаемся дальше. Так, а где Амар? Я! Я забыл про Амара. Амар у нас тоже пойдет по центру. Ночь будет играть нам на руку. Ибо до нем вести бой здесь будет немножечко посложнее, но не настолько. Так, ползком аккуратненько пробираемся вперед. Слушаю. Я. Слушаю. Все, ложимся. Я тут. У нас тут мелкие неприятности. Надо разобраться. Так, заметили первого врага. Слушаю. Сперва надо весь этот гадюшник зачистить. Но ничего пока предпринимать не будем. Я. Аккуратно займем позиции, дабы не палиться. Конечно, то, что мы сейчас будем стрелять по этому забору, скажем так. Я. Это не есть хорошо. Я слушаю. Поэтому надо подводить народ. Ага. Немножечко вперед. Осторожно. Я слушаю. Я слушаю. Можно, конечно, и спаду под... Это подпало, чтобы она подползла немножко вперед, но... Ну, где один, там и двое? Где, 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 где? Забавно. Кого-то заметил? Вопрос, кого? А, вон. Ну, где один, там и двое? Это что, бак или что? Забавно. Мы видим врага, но мы вне, так скажем, у нас нету пошагового режима. Ну что, это нам будет даже играть на руку. Мы будем знать, где он там стоит. Точнее, она. А что у тебя, кстати, там есть? Ты можешь рассмотреть или нет? Нет, рассмотреть не можем. Я слушаю. Так, еще один противник. ПНВ нету, зато есть пистолет. Не будем пока палиться. Но где один, там и двое? Меня забавляет вот этот вот прикол. Так, ладно. Будет сделано. Аккуратно подползаем вперед. Не знаю, стоит ли киборга пускать вперед. Думаю, что нет. А, понял. Киборга мы вперед пускать не будем, зато загоним сюда медведя, дабы ему было удобно поддерживать нас огнем. Бонзай подползет сюда. Конечно, чипа, я думаю, можно убирать. Не рискну. Вот так лучше сделаю. Чипа, конечно, можно убрать отсюда, от эспады. Его польза от него там особо никакой нету. А здесь мы можем принести какую-то... Ну что, я так полагаю, можно уже начинать бой, хотя нет, нельзя еще. Еще у нас луна никуда не подошла. Сменим оружие. Идет прям как на прогулке. Я слушаю. Так, последние штрихи. Я слушаю. Опять тратим ОД, но, в принципе, хрен с ним. Главное, чтобы нас не заметили. Я слушаю. Значит, как я и предполагал, противник у нас в основном здесь. Пусть прогуляется. И можно будет начинать. Я слушаю. Пусть мама услышит, пусть мама придет. И все в таком духе. Слушаю. Враг еще ничего не понял, но... Слушаю. Стоять, долбанный мисклик. Не знаю, что у меня с мышкой или что там. Ага. Осторожно. Сорезим увидит. Ну ладно. Ждем. Осторожно. А ты сразу не мог перелезть? Старшина. Ну что, начинаем мисилово. Естественно, начинаем мы его с промаха. Как же без этого? Это традиция. Я слушаю. Я. Гранату забрасывать не будем. Я тут. Выключим. Тихий шаг. Хотя я не знаю, зачем он мне нахрен сейчас был нужен. Да. Ну, зачем-то явно был нужен. Хм. Она нас видит. Если бы промахнулся... Если бы не промахнулся сразу... Все было бы хорошо. Ну, это ж Мануэль. Он как Айра. Так, короткой очереди. Короткой я просил, а не шмалять по пол-магазина. А ребята, как всегда. Ладно. Ладно, не станем рисковать. Что наверху у нас? Вверху у нас что непонятно? Что наверху непонятно, зато можно кинуть сюда светитель и посмотреть, что у нас здесь. Опять противник? Ага. А... А, ты его положил обратно. Недолет? Небольшой недолет. Стрелять не можем. Не видать. Ладно, не страшно. Лежим, ждем. Я слушаю. Вижу врага. Отлично. Видим противника. Только толку, конечно, с этого. А нет, толк есть. Давай еще раз. Готов. Вот и спады с этой винтовкой. Особенно с положения лежа. Стрелять получается вообще. Осторожно. Ну, замечательно. Ну, че, теперь-то ты ее убьешь? Ух ты. Твою мать. Не так кнопка. Не так кнопка, ну ладно. Так, элит. Ну, это пистолет у нас. Я слушаю. Так, самое главное смотреть затылом, потому что, скорее всего, еще какой-то ублюдок окажется там. Есть. Сделай Майру немножечко живой приманкой. Я рискну предположить, что там противник. Что, туда полетит граната сейчас? Вау! Я слушаю. А вот то, что сбоку кто-то подошел, это грустно. И этот промах грустно. Доробовик. Я тут. Но еще толку, что вы тут лежали? Стрелять все равно нельзя. Ага. Ладно, отпугнем тебя. Нет. Все, успокоились. Я тут. Не попали. Ну что вы все зашевелились, забегали. Вот граната мне сейчас не нужна. А Бонзай подавили. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так, у Чипа гранаты нету. Здесь только осветители. Прицела тоже. Ну, давай, тремя очередь, тремя патронами. Замечательно. Назад. Вот он, вот он. Вот он, тот самый паразит, который нас напугал, да? Бронебойными всего минус 12. Броняха, видать, хорошая. Гасим, гасим, ублюдка. Ублюдок хочет жить, ну, в принципе, хрен с ним. Так, ладно, лезем наверх. Наверху сюрпризов нету, это хорошо. Не станем забывать про руины, но... Пока немножечко не до них. Хотя... Хорошо. У Луны нету ПНВ, но она, я думаю, сможет засечь, если что. Вайры нету, ни осветителей, ни... Ничего нету, ну, ладно. Готов. Здорово. Коль не шутишь. Не дай бог, конечно, у тебя сейчас будет перехват. Нет, не будет перехвата, замечательно. Попасть всего одним выстрелом. Без очереди. Классика жанра, да? Да ладно, ты серьезно? А, ну ты под шоком. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Дробовик еще и не точку в действии. Испадавый ручей. Не попало. Спасибо. Да, стрелять под шоком идея так себе, но... Самое главное, мы справились. Хорошо. Минус три, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, побольше. Их было всего двенадцать, сейчас их тут уже восемь. Минус четыре. Кого-то я забыл. Слушаю. Хорошо. Вот в этом-то прелесть ночных боев, то, что можно тихо занять выгодные позиции беспалево. Ага. И спокойно со всеми разбираться. Опачки. Отползаем. У нас не хватит ОД, чтобы... Вот сука. Я же специально даже отполз. Специально даже отполз, чтобы... Не тратить ОД. А ты, сученыш, все-таки попал по мне, да? И мы еще не попали по тебе, да? Пошел к черту. Совсем без ранений не получилось, ну ладно. Самое главное, что мы смогли. Смогли вынести большую часть. Слушаю. Ага. И пока что ситуация складывается в нашу пользу. Ждем. Осторожно. Я! Весьма предположу, модело С. Это что такое, не знаю. Предположу, что они тусуются вот именно здесь. И надо будет сейчас им туда пулять гранату. Надо будет пулять гранату. Так, ангел перевяжет... Медведя. Тем более, пока что у нас все это позволяет. Так, здесь у нас умирает, все нормально. Я тут. Честь имею. Так, отлично. Взбера перешла в реальное время. Сюда подходить пока не стану. Ибо без должной огневой подготовки. Это будет весьма и весьма... Контакт. Осторожно. Здорово, коль не шутишь. Ручной пулемет. Ага. Здорово, коль не шутишь. А мы тебя ждем. Бинго. А, это М19. Ну не суть. Самое главное, чтобы... Мне дали... Нормально... Нормальные патроны для пулемета. Ну что, гранату будем тратить или нет? Давай на всякий случай потратим. Один хрен, гранат и... Гранат дофига. Ой. Самого себя случайно задели, но... Но самое главное, я слышал это ой. Самое главное, ой, мы слышали, а означает, это она там сидит. Ага. А мне именно это и надо было сделать. Шугануть эту тварь. Я уверена, всех врагов мы не нашли. Я! Да? Так. Опять мисклик. Перевязываемся. Я слушаю. Луны в руинах пока никого нету, это хорошо. Извините. Так, эспаду пока оставим на месте. Пусть лежит. Ага. Медведь также у нас пока будет на месте. А вот ангел пойдет немножко вперед. Что это? Там? Да ты меня гринируешься. А, это пистолет. Да. Да ты меня гринируешься. Так, пока здесь никого нету. Я! Можно, конечно, запульнуть гранату еще раз. Осторожно. Попробуем обойти. Сейчас вам будет больно. Да, девчонка уже сидит, нас ждет. Это с дробовиком. Минус. Если я тратил гранату на нее, это было, конечно, весьма грустно. Но не настолько, чем мы бы схлопотали заряд дроби. Подзягиваемся вперед. Я! Я! Осторожно. Рискнем подойти. Так, здесь никого уже. Опять вот этот вот баг, который, когда ты спрыгиваешь и тут же жмешь на присесть, он садится и тут же встает. Сейчас игра у нас продумает. Как реагировать на это действие. Терпеть вот не могу. Фигуины, когда она так вот зависает. Но выбирать не приходится. Так, теперь мне, если не отшибла память, их здесь осталось семеро. А, нет, даже не семеро. Даже четверо. Но автобоем мы завалить их не можем. Жалко. Хотя нет. Автобоем мы бы сейчас получили ранение. Получали бы всего, что можно и что нельзя. Опять? Вот. Ладно, сидим, ждем. Ну что мне вот мне еще сказать? Ладно, самое главное, мы их перестреляли. У нас сейчас будут патроны для пулемета, что мне очень нужно. Возможно, даже будет разгрузка на пулеметчика. Ой! Вот, пожалуйста. Так, Амэр, ну это дробовик, это мы и так знаем. Осторожно. Гаденыша. Слушаюсь. Ладно, не ожидал я, что он там будет. Передвигаемся вперед. Да, конечно. Конечно. Передвигаемся вперед. Передвигаемся вперед. Луна остается на месте. Черт. Я слушаю. Ну ты посмотри на него, какой меткий уеб. Осторожно. Попасть, естественно, мы не попадем. Сука, еще, видите, за камнем попал, а? Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Он начинает меня бесить. Вылезем на свет, привлечем к себе излишнее внимание. Но я полагаю, что они все, в основном, остались в северной части, назовем ее так. Медведь тоже может сниматься. Я слушаю. Равно как и спадом. Идет. Так, какой-то у нас тут сидит Киборг. А вот Киборг сейчас пойдет вместе с Луной зачищать руины. Слушаю. Тши-три. Хорошая винтовочка. Слушаю. Ага. Так, отползаем, ждем этого гандона. Yes. Of course. Ага, вон они. Здание засели. Честь имею. Честь имею. Значит, сейчас будем с ними разбираться. Так, очков действия не хватит с ними оружия, но... Осторожно. Мне этого особо и не надо. По крайней мере, я знаю, где сейчас двое. Где остались последние двое, вот это вот уже загадка. Я тут. Ты без балды. Слушаю. Так. Я сомандовожку ждем. Я тут. Да ты смотри, какая тварь, а. Осторожно. Но Мануэль, естественно, попадать по нему не собирается, блядь. Простите. Я. Вот какой удачный вы засученыш, а. Выносливости нету. Пляшки нету. Можно, конечно, воткнуть стимулятор, но ради такого... Слушай. Ради одного ублюдка втыкать стимулятор? Честь имею. Ну его нахрен. Он этого не заслужил. Все, следующим... Yes. ...ходом можно стрелять по этому паразиту. Ага. Все, мы обессилили. Слушай. Сука, я тебя достану, мразь. Будет сделано. Сраный ублюдок с дробовиком. Дробовики вещь хорошая, но никогда не прочь в тебе. Вот он, кстати. Хреново мне. Да я уж понял. Жри, тварь. Сразу нельзя было по нему попасть, конечно. Так, ладно. Айра перевяжет нашего обессиленного. То он жалуется, что ему хреново. Здесь. Занимаемся тобой. Промах. Опять промах. Что у тебя там такое? Разглядеть нельзя. Промах. Противнику начинает вести. Игра начинает подкручивать. Да? Ага. Ну ладно. Понял. Это деловой подход, как говорили в пиратах Харибского моря. Я тут. Я тут. Осторожно. Собираешься нас ждать? Собирайся, собирайся. Слушаю. Так, вайры тоже нету фляжки, поэтому... Ага. Хантеру придется подождать. Я уверен. Лады, помните об этом. Слушаю. Итого, их осталось всего... А, нет, трое. Где-то еще... Кого-то я еще пропустил. Я слушаю. Отлично. Yes. Хорошо. Да? Я весьма предположу, что они здесь и в руинах тоже тусуются. Я слушаю. У нас проблемы. Сидишь и ждешь нас, значит, да? Винтовка. А что это за винтовка? Без понятия. Самое главное, не ошибиться. Ага. Да ты понял, что мы тебя достали, да? В общем, что мы тебя заметили. Осторожно. Ты мне тут умным, не притворяйся. Контакт. Так. Я слушаю. В мертвой зоне для снайпера. Давай рискнем, пальнем. Отлично. Не проблем. Ага. Сняли первым же выстрелом. Ага. Застава. Только это снайпер был. Ага. Замечательно. Лады. Первым же выстрелом ухлопали снайпера. Отлично. У нас появилась еще одна снайперка. Правда, я не знаю, что с ними делать. Ибо из пада более-менее нормально попадает. Кто-то здесь. Неожиданно. Признаюсь честно, очень неожиданно. А-а-а! Вот, сука. Да пошел ты в задницу. Ага. Я этого очень не ожидал. Осторожно. Он даже винтовку выронил. Тьфу, не винтовку, а свой пистолет. Я слушаю. Ты еще не понял? Что нельзя, сука, нас пугать. Внезапно, неожиданно. Извините, ты в мою путь. Так, осталось найти последнего, самое геморрное. Самое геморройное, это бегать по всей карте и искать последнего. Ну, не страшно. Я нашел. Найдем этого, ублюдка. Слушай. Есть. Весьма возможно, эта падла прячется где-то в руинах или где-то здесь. Я слушаю. Я слушаю. Поэтому нам, по сути, осталось... Отсукаю. Я слушаю. Осторожно. Жестоко, жестоко. Мы едва не лишились медика. Ух ты. Есть. Ну что? Теперь мы в безопасность. Готово. Мы достаточно... Едва не лишились медика. Это было весьма и весьма грустно. Было бы. Но. Самое главное, что мы победили. Значит, Зене даже у руины есть. Окей. Шкатулка с камнями была ходовым товаром для туристов. Эти руины были золотой жилой для рулька. Я по истории мало чего знаю. Моя специальность филология. Ну что? Бой у нас завершен. Трофеи мы посмотрим немножко позже. Вернее, я посмотрю за кадром. Теперь будем делать так, как и собирались. Стянем сюда ополчение. Хотя нет. Мы все-таки задержимся. Дабы подлатать ангелы. И все-таки после этого атаковать ПВО. Посмотрим трофеи. А трофеи у нас следующие. Бизон. Вот они, кстати. 30.06 лента. То, что мне и нужно было даже. Вот она. Моделла С. Что это такое? Штурмовая винтовка испанская. Испытаем ее в полевых условиях. У нас есть М-19. Хотя он у нас есть. У нас есть бар. А бар у нас винтовка. Ладно. Самое главное. У нас есть патроны для пулемета. Это уже меня радует. Есть прицел. Скорее всего он на заставу. Ладно. Носим. Даже целый шлем творон. Надо же. Ладно. Носим серию объявляю законченным. Всем спасибо, что посмотрели. На этот сей раз смотреть плюхи Дейдраны мы не будем. Хотя... Хотя все-таки давайте посмотрим плюхи Дейдраны. В качестве расслабона. Назовем это так. В качестве расслабона. В качестве радости. Сейчас ей станет известно. Все. Смотрим сколько ей там... Сколько она сейчас там будет давать плюхи как. И на это сейм закончим. Эти наемники дважды повторяются. Максимум выдержки и мужества. Мне наплевать на выдержку и мужество. Мне нужно удержать власть в своих руках и загробастать как можно больше денег. А у меня не получится заполучить денег, если останусь без шахт. Ясно? Элиот, ну какой идиот! Что касается этих наемников, очевидно, неопытнее, чем я ожидала. Тебе всех советников, Элиот. И я собираюсь приготовить этим жалким мятежникам и наемникам сюрпризис, которые они не забудут до самой своей смерти. Элиот, ты начинаешь у меня ассоциироваться с неприятностями. Как вам будет угодно в вашем сообществе. Ну что, все. Мы посмотрели на сим. Сея серия закончена. Можете там что-нибудь нажать, что-нибудь написать. Что-нибудь еще посоветовать. Ну а пока с вами был Блэквинг. Всем до новых встреч. Всем удачи. И что бы вам еще пожелать. Да и чтобы у вас все было нормально. Все, пока.